Россия на краю пропасти Я не понимаю, как люди верят в выборы, вот в то, что придет дядя, всех накормит, вдумайтесь в слова связанные, да, и главное, мы за честные выборы, я не понимаю, в стране 90% людей ворует, а выборы честные должны быть, а они откуда возьмутся, а эти слова связанные с выборами, вы не вдумайтесь, урна. Ну это мусорник, туда мусор складывают, а что мы бросаем в урну, когда голосуем? Мало того, что голосуем, бюллетень, бюллетень это справка о нездоровье. Больные свою справку о нездоровье в мусорник кидают. Это выборы главврача больницы и среди пациентов. Вообще слова иногда, я вот думаю, что люди не понимают, что за слова, так все изменилось раньше. Райком, райсполком, район, рай, теперь администрация. Можно вас приглашать на следующую съемку тоже, потому что вы так реально за водушкой работаете. Такая зажигалова там. Я не понимаю, почему все так политизированы. Вот стоит в живом том же журнале, в другой сети инетовской, написать о любви, о вечном, так слабенько очень комментарии сыпятся. О Путине напишешь. Вообще тысячи комментариев. Я не понимаю, что печалится. Говорит он складно. Я вообще, когда говорит, я не знаю, откуда ему в родничок это булькает. Когда он сказал, например, чиновникам, вы должны мотыжить, как Святой Франциск. Говорят, у него имиджмейкеры есть. Да нет у него, ни один имиджмейкер до Святого не догадается. А эти чиновники перепугались, стали айпада блудить, искать блог в живом журнале Святого Франциска. Классно он про Сноудена сказал. Вообще недавно говорят Обама, это есть в зарубежных СМИ, что Обама очень оскорбительные слова сказал Путину при всех. В наших СМИ нет это. Я не знаю, это дезинформация или нет. Я даже не буду повторять, какие слова сказал Обама, потому что это очень неприлично. И наш президент очень достойно так вел себя, сидел, не отвечал, молчал. А когда журналисты спросили, как он относится к тому, что Обама на уровне американского скудоумного мата. Вот так вот Обама вырезался. Он классно сказал Владимир Владимирович. Он говорит, да чего мне этот худосочный мужчина, сказал. Я на медведей хожу, сказал. Это ни один имиджмейкер не придумает. Но, а когда Сноуден был, откуда он эти фразы берет? Он говорит, да ладно, с этим Сноуденом возиться, это все равно, что брить свинью, сказал. Визгу много, а шерсти никакой. Вот америкосы уже третий месяц перевести не могут. Вот почему они обиделись. Потому что они не поймут, он оскорбил их или нет этой фразы. И как эта фраза к геям относится. Ой, у него системное мышление, конечно. Ну, КГБ, настоящее, это не мышление нашего Твиттеря Анатольевича. Заметили? Между прочим, японцы курилы не требуют уже год. Вот так вот. А знаете почему? А, потому что Путин выучил японский. Так, чуть-чуть. Он же разведчик, быстро языки учит. И жевнул на ухо премьер-министра Японии. Мол, чего вы к нашим курилам привязались? Лоскутки в океане. Посмотрите, сколько островов ваших у Китая. Те конкретно на Китай наехали? Чуть война не началась в этот момент. Ну, правда, в ответ на это Китай выпустил карту мира без Японии. А курилы японцы еще не требуют. Почему? Путин им подарок сделал. Котенка. Вместо курил. Надо было трех хотят. Кунаширы, турук-курук. Сейчас он собирается в Корею ехать. Щенка дарить будет. Да, они сразу, понятно, о чем речь идет. Ой, ну они действительно настолько разные. Один такой пацан сейчас наваляет на комбайне, на самолете. Ему, кстати, комбайн подарили после того, как он косил. Он сейчас газон косит. То есть на самолете все, на тракторах. А наш премьер, он такой, даже о нем говорить, застегнуться надо. Он такой, всегда аккуратненький такой. Он отличником был. Он даже сидит вот так вот. И ходит вот так вот. Он, как будто его насадили на вертикаль власти. Причем на вылизанную вертикаль власти. А этот на Харлее-Дэвидсоне приехал к байкерам. Байкеры говорят, а что Медведь с вами не приехал? Привезу, сказал Владимир Владимирович. Вернулся в Москву и говорит автомеханикам, коляску к Харлею приделай. Но те не поняли, приделали корзинку над передним колесом. Но я видел, как... Как наш премьер тоже решил показать, что щил об тем не хлебает. И поехал доить корову в один совкос. Я видел это по телевизору. Показывали в очень ночное время. Потому что это днем смотреть нельзя. То есть это вообще нельзя смотреть. Особенно коровам это нельзя смотреть. Они тогда просто доиться перестанут. И давать молоко на все. Бедная корова, мне ей так жалко. Она... Ее два дня не доили. Потому что приедет... А молока нет, и ребенок расстроится. И эта корова, она... Она возненавидела весь мир. У нее аж рога сошлись. Вот так вот, от злости на человечество. И вдруг... Так... Кто-то дерг ее за сосок. У нее аж бровь поползла. Рога распрямляться начались. Она понимала... Она не замумукала. Не замумукала. Она зарычала. Как шатун разбуженный по весне. Ээээ! Потому что ее так за сосок никто не дергал никогда. Ну понятно. Наш премьер же он за мышку дергал. А не за сосок. Все же их за компьютерами. И она так поворачивается. Так посмотрите. Кто это? Я видел как корова. Я первый раз в жизни видел и посмотрел. И последняя начала заикаться. А... 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 Ну шутка ли? Ну как к этому с юмором казалось бы относиться? Ветераны очень переживают. Многие из-за этого уходят раньше из жизни. Знаете, я нашел один способ, как это обсмеять. Во-первых, я увидел эту демонстрацию. Какие-то не сессовцы. Маразматики. Недобитые придурки. И... И... Которые сами не помнят, где не служили. У некоторых родина сталинские, гитлеровские. В перемешку висят. Идут идиоты. А есть бомж. Его звать едет. Он классно играет на гармошке. На улице. Я ему... Дал 100 евро. Не жалко на такое дело. Говорю. Слушай, пойдут придурки? Сыграй марш славянки. Вот это было здорово. Они идут в развалюхи. А он... И эти придурки начали маршировать. Вот так надо относиться к нашим новостийным бедам.